Добро пожаловать на канал дневники автора. Меня зовут Влада Мишина, я сценарист, писатель и режиссер. И этот канал и этот проект я создала для того, чтобы делиться своим опытом, своими знаниями с начинающими писателями, а также с теми писателями, которые хотят узнать что-то новое о секретах создания текста. Но здесь у нас бывает не только образовательный контент, и сегодня как раз такой случай, сегодня мы просто разбираем книгу, причем не только с точки зрения писателя и сценариста, но и с точки зрения читателя, потому что я, конечно же, сама читатель, и иногда я люблю просто отключить мозг и прочесть какую-нибудь книгу. Начать этот разбор-обзор я хочу с трех слов. Dearest Gentle Reader, как говорит Lady Whistleblown. Сегодня мы говорим с вами о Бриджертонах. Я думаю, что большинство из вас знакомы с фамилией Бриджертоны благодаря сериалу от Netflix, который выходит уже три сезона и рассказывает историю аристократической семьи в Лондоне, эпохи рейкинства, где есть восемь детей, они все названы по алфавиту, Энтони, Бенедикт, Колин и так далее, по английскому алфавиту, и их матери, леди Бриджертон, вдовы, которая хочет каждого своего чада выдать замуж, либо женить по любви. Собственно говоря, на этом и строится конфликт каждого сезона. Кто-то из Бриджертонов пытается найти свою любовь. Что интересно, этот сериал снят по книгам. Их написала Джулия Куин, если мне не изменяет память, еще в 2000-х годах были первые публикации, и это действительно длинная серия. Я боюсь сейчас соврать, но, по-моему, там восемь книг только про Бриджертонов, а есть еще всевозможные ответвления про Смайтсмитов, это семейство, которое жило неподалеку от них, квартет Смайтсмитов, как-то так он называется, и всевозможные другие ответвления в том же периоде, в том же Лондоне, в той же вселенной. И каждая книга, разумеется, несет в себе цель показать любовь главных героев и то, как они к ней пришли. Сегодня мы с вами будем говорить о второй книге, нет, третьей, о третьей книге из серии Бриджертонов, которая называется «Предложение джентльменам». Красивая обложка, мне тоже очень нравится, но она не сравнится с той обложкой, в которой я читала это произведение. Выглядит она вот так. Чувствуете разницу? Вот, вот она эстетика, вот оно чувство прошлого, серия шарм, эти прекрасные фигуры, эти цветочки вокруг. Без иронии могу сказать, что я все еще люблю такие книги, потому что они переносят себя в какое-то невероятное ощущение прошлого. И на самом деле, как бы кто ни относился к книгам в таких обложках, в некоторых из них скрываются действительно интересные сюжеты и хорошие истории. Правда. Главное найти. Не все, далеко не все, но их найти можно. Предложение джентльмена. В этой книге решается судьба брака второго брата семейства Бриджертона, Бенедикта Бриджертона. Для краткости с этой секунды и до конца обзора мы будем называть его Беня, потому что просто, просто мне так хочется. Итак, Бенедикт. В сериалах его любовная история была пока раскрыта довольно слабо. Он все время ищет себя. В первом сезоне он находил себя в искусстве написания картин, в художественном искусстве. Во втором сезоне он находил себя в иных искусствах. Если вы уже посмотрели третий сезон, то вы понимаете, о чем я. И в финале третьего сезона он сказал, что кажется, он готов сделать открытие, которое полностью изменит его жизнь, что дает мне надежду на то, что следующий сезон будет посвящен все-таки любовной истории Бенедикта Бриджертона. Почему я на это надеюсь? Потому что предложение джентльмена — это одна из моих любимых книг из серии Бриджертона. А я, для справки, читала все книги про Бриджертона. Там есть некоторые, которые я не помню от слова совсем, которые я пропустила или пролистала вот так, а есть те, которые действительно мне понравились. Одна из таких — это предложение джентльмена. Еще одна «Сэру Филиппу с любовью» — это история про сестру Бриджертонов Элоиз. И, насколько я помню, мне очень понравилась первая часть «Герцог и я», которая была уже раскрыта в сериале в первом сезоне. Это история Дафны Бриджертона. Если в сериале Бриджертоны таймлайн событий, таймлайн свадеб в этой семье немного изменен, и после старшего брата Энтони женится Колин, третий брат, как раз-таки третий сезон посвящен ему, то в книгах Бриджертоны после Энтони женится как раз-таки Бенедикт Бриджертон. Главная героиня книги, на удивление, не Бенедикт, а как раз-таки его будущая любовь — это Софи Бэкетт. Софи Бэкетт незаконорож... незаконорож... я очень долго пыталась понять, какое ударение в слове незаконорожденное или незаконорожденное, или как это правильно произнести, поэтому в итоге я решила сказать, что она бастард. Софи — бастард графа Пенбуда, и как раз-таки об этом мы узнаем в самом начале книги. Ее оставляют на пороге его дома, и он принимает ее, в принципе, как... как свою воспитанницу. Он к ней хорошо относится, но практически с ней не общается, и никому не раскрывает правду о том, что Софи — его дочь. Так происходят первые несколько страниц, а после этого наш граф Пенбуд женится на некой Араминте, у которой тоже есть две дочери — Розамунд и Пози. Чувствуете уже вайбу Золушки? У нас есть мачеха, две сестры, и, конечно же, эта мачеха злая. Она сразу не взлюбила Софи, она сразу поняла, что это дочь графа Пенбуда, и мотивации к тому, чтобы не любить Софи, я в книге не нашла. Но возьмем это как закон жанра, просто не взлюбила, и все тут. После того, как граф Пенбуд вскоре умирает, опять-таки по законам Золушки, изначально Араминте хочет избавиться от Софи. Но дело в том, что граф оставил завещание, в котором пообещал своей жене довольно внушительное содержание, но только в том случае, если она возьмет опеку над Софи до момента ее 20-летия. Араминте не хочет следить за Софи, но деньги не пахнут, поэтому она берет ее под свое крыло. Крыло это очень облезлое, жесткое, и Софи становится буквально служанкой, горничной в доме своих сводных сестер и своей мачехи. Здесь все по канонам Золушки, и дальше все тоже по канонам Золушки. Софи растет, плохо, ей никто не платит, она работает на износ, и в какой-то момент, уже почти достигнув своего 20-летия, она узнает, что ее сестры и мачеха едут на бал маскарад в дом Бриджертона, в Бриджертон-хаус. Конечно же, Софи не думает, что она туда попадет, но когда все уезжают, к ней приходит ее экономка, говорит, что мы слишком долго скрывали, что ты дочь настоящая, нам больно видеть, как с тобой обращаются, и мы хотим, чтобы ты все-таки попала на бал. Вот, держи платье, вот, держи перчатки твоей бабушки рода Пенбуда, в которых есть инициалы. Таким образом, одевшись и взяв туфли своей мачехи, потому что только они подходят на маленькую ножку Софи, она отправляется в Бриджертон-хаус на бал. Разумеется, в Бриджертон-хаусе она встречает Бенедикта Бриджертона, который влюбляется в нее с первого взгляда. Я не шучу, я сейчас зачитаю вам отрывок, и про любовь с первого взгляда это вообще ни разу не шутка. И он обернулся, и увидел такую потрясающую женщину, какую ему еще никогда не доводилось видеть. Он даже не мог сказать, красива она или нет, поскольку лицо ее было надежно скрыто полумаской, а волосы оказались самого обыкновенного, темно-русого цвета. Она самая обыкновенная, но она уникальная, он в нее сразу влюбился. Я могу сказать, что я люблю такое клише. Сейчас его использовать вот в таком виде категорически нельзя в книгах, если только вы не намерены это делаете, чтобы что-то сиронизировать, скажем так. Но в то время, когда я читала эту книгу вот в той обложке с цветочками, это было хорошо. Это было то, что нужно. Но во всем ее облике было нечто завораживающее. В том, как она стояла, улыбаясь и оглядывая танцевальный зал, поблескивающими из-под полумаски глазами, словно более восхитительного зрелища, чем скопление жалких членов великосветского общества, разойдетых в дурацкие канавальные костюмы, ни разу в жизни не видела. Казалось, красота ее исходит изнутри. В одном этом... Это даже не абзац. В этих трех абзацах собраны все клише описаний героинь из подобных романов. И, повторюсь, сейчас в таком формате это писать не нужно, если вы не специально преследуете такую цель, потому что это сразу рождает для нас Мэри Сью. Она некрасивая, она самая обычная, но вот он увидел ее и понял ее внутреннюю красоту, ни разу с ней не заговорив. Еще у меня всегда возникал вопрос, как полумаска может надежно скрывать лицо, потому что даже если я надену полумаску, к сожалению, у меня нет, чтобы показать, нижняя часть моего лица не изменится. Все не изменится. Он видит ее волосы, он видит... Он видит ее глаза, в общем, это довольно... Довольно интересная условность жанра. Итак, Бенедикто видел Софи, она... Он приглашает ее на танец, она говорит, что она не умеет танцевать, что для дамы в том обществе просто нонсенс. Все они учатся танцевать с самого детства. И, конечно же, он удивляется, думает, что она врет, но Софи настолько искренне, что он вынужден ей поверить, и это цепляет его еще больше. Что же это такая за волшебная женщина, которая танцевать не умеет? Тогда Бенедикт приглашает ее на террасу хозяйскую, и Софи наконец-то понимает, что он Бриджерта, на котором она читала в заметках леди Уиселдау. Бенедикт не знает, кто такая Софи, хотя, конечно же, пытается узнать, задает ей наводящие вопросы, но нет, она скрывает, понимая, что она постарт, она горничная, и вообще ей не по пути, но одна ночь сказки ей положена. Они общаются на балконе, очень близко к скандальности общаются, назовем это так, чуть ли не целуются, а может быть и целуются. Я читала книгу довольно давно, поэтому не уверена. Возможно, что-то там близкое к поцелую было. Но, разумеется, наступает полночь, и Софи помнит, что в полночь ей нужно бежать к кучеру, который отвезет ее домой, чтобы успеть вернуться за ее сестрами и мачехой, потому что в полночь все снимают маски, и потом потихоньку гости начинают расходиться. Конечно же, какой-то предмет одежды она должна потерять, чтобы у Бенедикта было, почему ее искать. И она теряет перчатку своей бабушки с инициалами, инициалы рода Пенвуда. Софи возвращается домой, кажется, что все, сказка забыта, вопрос закрыт, но все не так радужно. На следующий день Раминта видит свои туфли, в которых Софи была на балу, и видит на них царапину. Она пытается выяснить, что произошло, но Софи все отрицает, и, конечно же, доказать пока что ничего нельзя. К сожалению, портит все Бенедикт, потому что он начинает искать Софи, он спрашивает у своей матери, что это могут быть за инициалы, и леди Бриджитон вспоминает, что есть род Пенвудов, и, скорее всего, что-то там с ними как-то связано, Бенедикт берет свой экипаж и едет к Софи домой. Так, благодаря его расспросам, Араминта узнает, что Софи все-таки была на полу, на полу, на полу она была, была на полу, и Бенедикт ищет именно ее. Конечно же, она ее не находит, Софи скрывают, Софи забирают в комнате, и Араминта говорит, что она вообще воровка, украла туфли, в общем, все кары египетские на голову бедной Софи. Таким образом, Софи решает, что ей больше в этом доме делать нечего, и она должна бежать. Для того, чтобы сбежать, ей нужны деньги. К сожалению, денег у нее нет, ей за работу не платили, это же тоже дочка, пусть работает за бесплатно. И Софи решается на отчаянный поступок, она снимает дорогие застежки с туфлей Араминты и крадет их, и уходит из дома. Так заканчивается первый этап Золушки в стиле Бриджертонов. В следующей части предложения джентльмена идет небольшое отступление от сюжета Золушки, потому что все-таки у нас не совсем Золушка, и нужно рассказать еще какой-то конфликт. Софи, сбежав из дома, устраивается на работу к пожилой паре, мистеру и миссис Кавендером, в их дом. У них есть сын, но он с ними не живет, и Софи спокойно работает на них, и все у нее, казалось бы, хорошо. Но, конечно же, она не забыла Бенедикта Бриджертона, она в него уже без памяти влюблена, она читает все выпуски Леди Выссел, в которых упоминается его имя, и так проходит то ли два года, то ли три. Я точно не уверена. И вот, спустя эти несколько лет, назовем это так, Бенедикт приезжает в дом Кавендеров, куда также вернулся и сын. Сын Кавендеров самый отвратительный человек этой книги, возможно, даже более отвратительный, чем Араминта, потому что он домогается Софи всячески, как только может. И Софи уже думает о том, чтобы покинуть Кавендеров, потому что она не может это выдерживать, и, конечно же, она не хочет быть опозоренной, опороченной и потерять свою честь, будучи изнасилованной Кавендером. на приеме, на который приехал Бенедикт, как раз-таки это и происходит. Софи уже собрала вещи, она уже уходит из дома, и ее в саду ловит этот отвратительный сын с его друзьями, и они думают, как же с ней поразвлечься. Это видит Бенедикт, и, конечно же, он спасает нашу Золушку, спасает нашу Софи и увозит ее с собой в загородный коттедж, который называется Мой коттедж, очень оригинальное название, где работают экономка и, по-моему, садовник Бриджертона. В общем, это один из коттеджей рода Бриджертона. В пути Бенедикт и Софи общаются, он ее не узнает, она его, разумеется, узнает, она страдает, что он забыл ее и что для него это вообще ничего не значило, но Бенедикт, правда, просто не помнит. Видимо, полумаска все-таки надежно скрывала лицо. По пути до коттеджа Бенедикт и Софи попадают в ужасный дождь, ливень, бурю, и когда они прибывают на место, Бенедикт уже чувствует жар, и он валится с ног, в обморок, и, к тому же, в коттедже первую ночь никого нет, никого из тех, кто за ним следит. Софи вынуждена сама выхаживать Бенедикта, и она с ним разговаривает, пока он без сознания, она признается ему в своих чувствах, но, разумеется, он ничего не слышит, он в бреду. В итоге на следующий день все-таки прибывают те, кто следит за коттеджем, прекрасные миссис и мистер, я сейчас не буду пытаться вспомнить их имена, это очень просто милые герои, которые будут помогать Софи, в то время, пока не в коттедже. У Софи нет сменной одежды, поэтому она вынуждена надеть на себя штаны и рубашку Бенедикта, которые ей очень сильно велики, и начиная с этого момента у нас появляются уморительные сцены и уморительные описания, например, представив себе горничную Софи, у которой брюки медленно сползают по ногам к щиколоткам, Бенедикт почувствовал, как у него перехватило дыхание, о господи, да ведь он хочет ее, вихрем пронеслось в его голове, он наземленно ахнул и тотчас же захватился за горло, после мучительного кашля, не дававшего им покоя всю ночь, горло обожгло как огнем. Ну вы понимаете, к чему все идет, все, на этом моменте Бенедикт уже окончательно жаждет Софи, а у Софи есть определенные психологические установки, поскольку она незаконорожденная, поскольку Софи бастард, она не хочет идти по стопам своей матери, она не хочет спать ни с одним из своих нанимателей, потому что она боится, что может появиться ребенок и он будет страдать так же, как страдала она. У Софи это прямо табу, на этом будет строиться большая часть оставшегося до конца книги конфликта. Помимо того, что у нее сползают к щиколоткам штаны, пока Бенедикт приходит в себя, Софи все еще остается в этом коттедже, ей дают комнату для гостей, хотя она очень хочет просто комнату для слуг, она хочет быть полезной, но ее никто не слушает. Бриджертон и очень благородный, поэтому она пока что находится там в качестве гости. Кроме того, экономка замечает, что она слишком хорошо говорит, Бенедикт тоже это замечает, что она и французский знает, и в целом. Она общается как будто леди, хотя, казалось бы, всего лишь горничная, даже не гувернантка. Я сейчас найду вам следующую уморительную сцену. Я не приставала хихикать, пока искала вам эту сцену. Итак, Софи ухаживает за Бенедиктом, она носит ему еду периодически, ей уже нашли платье за те дни, что он болел, очень широкое, некрасивое, но при этом, конечно же, он все еще ее хочет. Она приносит ему печенье на подносе, у них все время возникают всевозможные споры, потому что у Софи довольно, довольно резкий характер, и она даже несколько раз кидает в него какие-то предметы, по-моему, свечу в подсвечнике, ложку хотела кинуть. В целом, с драками в этой книге дела обстоят очень весело, но намного веселее реакция Бенедикта. Буквально несколько страниц назад, еще когда они ехали, он понял, что хочет ее, потом, когда он думал про ее штаны, он понял, что хочет ее. Теперь, когда она принесла ему поднос, звучит вот такая сцена. Софи тотчас же вспыхнула, это довольно личный вопрос, вы не находите? Бенедикт пожал плечами и уже готов был сморозить какую-нибудь пошлость, но взглянул на Софи, розовое от смущения лицо, потупленный взор, и внезапно почувствовал, что с ним происходит нечто странное. Он понял, что хочет ее. Опять, в третий раз. Не понял только, почему это его так удивило. Я тоже не поняла, почему он так удивился. В конце концов, он молодой, здоровый мужчина, и было бы странно, если бы он, проводя так много времени в обществе, такой очаровательной, веселой, и стромной женщиной, как Софи, не воспылал к ней страсти. Да он хотел половину женщин, с которыми встречался. В принципе, в сериале это передали довольно четко. Однако, с теми женщинами желание было не ярко выраженным, несколько приглушенным, а Софи, она в мгновение ока стала нестерпимым. Бенедикт поерзал, повыше натянул на себя одеяло, потом снова поерзал. Вам неудобно? Спросила Софи. Может быть, взбить подушки? Первым побуждением Бенедикта было ответить утвердительно, а когда Софи наклонится к нему, притянуть ее к себе и попытаться заняться с ней любовью. Однако он подозревал, что Софи этот номер не пройдет, и поэтому сказал, не нужно, все нормально, и досадливо поморщился. Голос получился на удивление хриплом. Я... Я даже когда мысленно читала этот отрывок, а это было давно, то есть я... Я еще была тогда не искушена в любовных романах всех сортов. Это было что-то с чем-то, мне кажется, я до сих пор краснею. Может быть, все-таки взять печенье, спросила Софи, глядя на лежавший на тарелке Бенедикта бисквит, и робко улыбнулась. Бенедикт убрал руку, чтобы Софи было удобнее брать печенье с тарелки, стоявший, как он запоздал и понял, у него на коленях. Вид руки, тянущийся к его паху. Бенедикт, она тянется к тарелке. Ну, ну, серьезно. Ну, какой пах? Там между пахом еще одеяло и тарелка. Тянущийся к его паху, пусть даже на самом деле она тянулась за печеньем, а, спасибо, уточнили, сотворил с ним странные вещи. К ужасу, Бенедикт, эта тарелка внезапно накренилась и неминуемо свалилась бы на пол, не подхвати он ее. Чтобы вы понимали, когда я читала это в первый раз, я не поняла, почему он накренил с тарелкой. Я не уверена, что я сейчас хочу понимать, почему она накренилась, но я, к сожалению, понимаю, как говорит Бенедикт, к удивлению и к ужасу. Вы не возвращаете, если я возьму последнее. Берите, прохрепил Бенедикт, не дав ей договорить. Софья взяла с тарелки имбирное печенье и дальше уже идет их диалог. Таких уморительных сцен в этой прекрасной книге очень много. Что я могу сказать по их поводу? Во-первых, они написаны неплохо, правда. Бывают намного более пошлые или слишком сильно заменительные описания таких сцен. Здесь, по крайней мере, его пах называют его пахом, а не чреслами и не каким-то другим заменительным словом, эфемизмом. Поэтому в целом у меня нет претензий к написанию этих сцен. Более того, они действительно смешные и даже сексуальные. То есть для жанра любовного романа подобные моменты, они и сейчас неплохо смотрятся в литературе. Поэтому тут автору браво. Хотя в предыдущих книгах у нее было очень много эфемизмов, очень много. Здесь она, видимо, решила пойти чуть более, скажем так, более откровенным путем. При том, что на самом деле никаких пошлостей в сюжете не происходит. Они просто едят печенье. И это как-то безумно мило. Не знаю. Я люблю такие сцены. Я люблю сцены Флаффа, назовем это так. И в целом они написаны здесь хорошо. Это мой вердикт. Я еще не дошла до основных эротических сцен. Посмотрим, что с ними будет под конец видео. Но тут ставлю зачет. Дальше по сюжету все довольно предсказуемо. Они чувствуют взаимное влечение. Виндикс продолжает удивляться, что он хочет Софи. Каждый раз. Мне кажется, у него что-то не так с памятью. Ну да ладно. Он продолжает удивляться. Она тоже удивляет. Хотя нет, она не удивляется. У нее все нормально. Она знает, что у нее к нему чувства. Но она с ними борется, потому что не хочет пойти по стопам своей матери. Тем не менее, Бенедикт, честно говоря, очень некрасивым образом пытается соблазнить Софи. Я хотела пару раз за книгу ему треснуть. Он буквально пользуется наивностью, невинностью девушки. Но не переступает черту. Они просто целуются там, целуются здесь. Она кидает в него какие-нибудь предметы, бьет его, он снова ее целует и так далее, и тому подобное. В итоге все это переводит к тому, что Бенедикт забирает Софи с собой в Лондон, чтобы устроить ее горничной к своей матери. Потому что он понимает, что Софи больше некуда идти. И что, если в одном из домов, куда она придет, будет такой же кавендар, как тот, что чуть ее не изнасиловал. В общем, Бенедикт не хочет ее отпускать далеко от себя. Это главный поинт его желания устроить Софи к своей матери. Он приводит ее в Бриджертон-хаус. Вайлет, Бриджертон, его мать, с радостью ее принимает. Тем более, Софи действительно хорошая горничная, хорошо работает, умеет читать. И в целом Софи видит разницу между тем домом, в которых она, между теми домами, в которых она до этого работала, и Бриджертон-хаусом. Здесь царит очень уютная, дружеская атмосфера, к слугам относятся очень хорошо. В общем, семья выставлена как самая идеальная, просто святое семейство, в котором все друг друга любят. Софи все устраивает, и она хочет просто спокойно работать, и чтобы Бенедикт ее не трогал, потому что она понимает, между ними ничего быть не может. Но Бенедикт это не устраивает, он хочет Софи. Он об этом говорит. И при этом он постоянно думает, а где же та таинственная незнакомка, на которой я хотел жениться, где же та девушка в маске. Этот конфликт у него внутри постоянно происходит, но он продолжает приходить к Софи и мучить ее, зажимая по углам. Она уже на этом этапе не против. Точнее так, она внутри против, но в целом она принимает его соблазнение. Назовем это так. В итоге Бенедикт все-таки добивается своего, Софи не выдерживает, она отдается ему. И здесь происходит наша первая эротическая сцена в этой книге, предложение джентльменам. Первая эротическая сцена находится где-то на 60% книги. То есть вначале мы ограничиваемся только голым купанием в пруду и накорняющейся тарелкой с печеньем. Что можно сказать по поводу эротической сцены? Написана она нормально. Я не могу сказать, что она написана как-то страшно и ужасно. Например, в некоторых эротических сценах у той же Сары Маас я видела больше странных метафор. Здесь с метафорами чуть получше. Но все еще эта сцена написана в стиле двухтысячных, то есть здесь очень много описаний высокопарных. Рука скользнула выше, трепещущие пальцы накрыли грудь, и сдавленный стон сорвался с губ Бендикта. Говорить он уже не мог, страсть к этой женщине затмила все. Он не то, что говорит, думать был уже не в состоянии. Ну, кстати, в этом отрывке еще все более или менее. Здесь нет слишком высокопарных описаний, хотя страсть к этой женщине затмила все. Я бы с этим могла поспорить, но иногда и у меня, когда я пишу, что-то такое проскальзывает, поэтому все нормально. Он наклонился. Медленно-медленно, чтобы дать ей возможность сказать «нет». Если она так скажет, ему будет необыкновенно тяжело, но еще тяжелее будет выслушивать ее жалобы на следующее утро. Просто характер Бенедикта описан в одном абзаце. Он вроде бы джентльмен, он вроде бы ценит ее желание и хочет дать ей возможность отказаться, но не потому, что он ценит ее желание, а потому, что он не хочет выслушивать на утро ее жалобы. Я... Вопросы к Бенедикту возникают на протяжении всей этой книги. К Софе тоже, но к Бенедикту, если честно, больше. Но она не сказала «нет». Глаза ее закрылись, а голова слегка наклонилась на бок. Всем своим видом Софе давала понять, что ждет его поцелуя. Дальше они, разумеется, поцеловались, немножечко диалога, стон... О! Ммм! Все-таки здесь есть то, что всегда заставляет меня ехидно улыбаться. Он спускался все ниже и ниже, и, добравшись до нежного бугорка груди, остановился. Коснулся округлой груди, но это звучит красиво, это звучит сексуально. Бугорки не звучат сексуально. Пожалуйста, не пишите слово бугорки в ваших книгах. Глаза ее сверкались от желания, глухо застанав бендик, взял губами ее сосок. Вот! Вот! Есть же слово сосок! Почему там бугорки? Не ожидавши ничего подобного, Софи тихонько ахнула. Казалось, у него не две руки, а несколько десятков. Я почему-то вспоминаю богиню Кали с многими руками. А несколько десятков. Они гладили Софи по ногам, обнимались за талию, касались лица. Софи глазом моргнуть не успела, как платье ее оказалось на полу рядом с чулками. Она лежала совершенно голая и испытывала некоторую стыдливость, однако в то же время понимала, что поскольку ее ласкает бенедикт, стыдиться ей нечего. Я, видимо, пропустила какой-то момент, потому что следующий абзац начинается с предложения... А! Господи! Я мысленно сейчас прочитала следующую фразу. Софи была узкая, однако бенедикта, похоже, это не смущало. Но здесь не Софи, здесь Софа. Простите. Вообще, теперь никаких вопросов нет к автору. Она говорит про Софу. Они лежат на Софи, это не Софи, а да? Да ну его, да ну его. В общем, эротическая сцена описана у Джулии Куин конкретно в этой книге нормально. Если убрать бугорки, то там нет ничего, что заставило бы скривиться или как-то сказать фу, какая пошлость или сказать фу, как высокомерно, как высокопарно. Здесь, правда, описано хорошо, цепляюще и более чем уместно для любовных романов. Поэтому я, наверное, могу рекомендовать к прочтению эту книгу, если вы хотите прочитать что-нибудь эротическое. Оно не очень эротическое, здесь не будет суперчётких подробностей и очень обширных сцен 18+, но они здесь есть, они даже в некотором юмористическом ключе описаны. Я, в принципе, очень люблю эротические сцены, которые носят в себе лёгкий юмористический подтекст, как с той же тарелкой и печеньем. Это всегда добавляет жизни, это всегда добавляет чего-то настоящего, потому что обычно в книгах, когда это только страсть, она их обоих захватывала, они не могли думать ни о чём, кроме страсти, я тебя хочу, я тебя хочу. Это наскучивает, это описано в очень большом количестве романов и всегда хочется чего-то более естественного, а смех это всегда, всегда уместно. Конечно, не перегибать и не делать всё это комедией в трёх актах, но толику юмора почему нет? Я считаю, что здесь Джулия Куин справилась с этим замечательно. Вернёмся к сюжету, потому что его осталось не так много. Бенедикт обесчистил Софи, она страдает, он предлагает ей содержание, он предлагает ей быть его любовницей. Когда Софи спрашивает, женится ли он, он говорит, ну в какой-то момент мне придётся, но это ничего не значит, я могу просто жениться, жена где-то там будет, а ты будешь моей любовницей, я вот дом тебе сделаю, то всё, пятое, двадцатая. Разумеется, это то самое, чего боялась Софи, она этого не хочет, да и Бенедикт, честно говоря, тот ещё мудак, потому что, ну, ну серьёзно, ну, в общем, это очень сложные моменты их объяснений, и Софи пытается уйти из Бриджертонхауса. Она пытается уйти, но по стечению обстоятельств её находит Раминта и обвиняет в краже тех самых пряжек, которые Софи действительно забрала из её дома, потому что ей нужны были деньги для того, чтобы сбежать. Софи арестовывают и сажают в тюрьму. Спойлер, из тюрьмы Софи, конечно же, спасёт Бенедикт, более того, не один, а со своей матерью Вайлет Бриджертон, которая тоже уже прониклась чувствами к этой девушке. В конце также выяснится, что в завещании отца Софи было определённое дополнение, что по истечению срока опеки над ней ей полагается очень внушительная сумма, и в целом отец действительно позаботился о дочери, и если бы Раминта это не скрыла, то Софи могла бы сразу быть довольно богатой наследницей, с хорошим приданным, и в целом у неё всё было бы замечательно, но Раминта это скрыла, и, возможно, к лучшему таким образом Софи всё-таки нашла своего Бриджертона. Где-то до этого ещё Бенедикт выяснил, что всё-таки она леди в маске, и, разумеется, с этого момента он понял, что он хочет жениться исключительно на Софи, а не на той таинственной незнакомке, потому что всё логично. Финал книги позитивный, с Раминтой разбираются, Раминту просят уехать и вообще держать язык за зубами, потому что иначе её можно обвинить в том, что она скрыла детали совещания своего супруга. Бенедикт делает предложение Софи, Софи становится Бриджертон, и всё у них замечательно. Вот такой сюжет в книге предложения джентльмена. Какой вердикт я могу вынести по итогам сюжета и в целом этой книги? Написана она довольно простым, понятным, довольно приятным языком. У меня не было никаких нареканий, у меня не было закатывания глаз по поводу каких-то особых выражений, что для любовных романов того времени в принципе довольно хорошо. Многие из них были написаны очень высокопарно, и это всегда меня смущало, потому что можно придерживаться стиля общения эпохи, более того, это даже нужно, но всё равно мы стилизуем наш текст для того, чтобы его было приятно легко читать. А любовные романы, они направлены на лёгкое чтение, и не поймите меня неправильно, я не говорю, что это что-то плохое, нет, просто оно действительно направлено на то, чтобы прочитать именно об отношении героев, а не пытаться разобраться в нагруженном тексте. Предложение джентльмена всё-таки является довольно устаревшей книгой, потому что сюжет Золушки был переработан невероятное количество раз, сюжет Золушки избит всеми, кем только можно, и я уверена, что сценаристы сериала Бриджертоны, если возьмут какую-то часть от книги, то далеко не всё, и вряд ли там будет две злобные сестры и мачеха, либо, если будут, то это как-то будет изменено, потому что в сериале уже были сёстры по типу сестёр Золушки у нашей Пенелопы Федрингтона, и, конечно, дважды повторять этот троп будет сложно. Я в целом не уверена, что историю Софи возьмут в сериал, хотя я бы очень этого хотела. Я искренне люблю тропы про любовь всевозможных горничных, гувернанток и всех-всех-всех с джентльменами ещё со времён Джен Эйр. Я считаю, что эта тема всегда будет цеплять вот эта разница в положениях, ведь каждая девушка мечтает найти себе принца, который полностью изменит её жизнь в лучшую сторону. Поэтому здесь не знаю, я буду искренне ждать, что же будет дальше в сериале, как они обыграют книгу, если обыграют, и что там вообще будет происходить. По самой книге, если не брать во внимание троп Золушки, то её сюжет всё ещё довольно банален, потому что Бал Маскарад, таинственная незнакомка, которая в итоге оказывается совсем не той, кем представлял главный герой, всё это мы уже видели неоднократно в большом количестве романов, и тем не менее это приятно читать, и у этого есть своя аудитория. Поэтому вывод именно для писателей, если вы пишете историю, и вы понимаете, что такой троп использован уже во многих местах, это не страшно, вам главное привнести в него что-то новое. И здесь Джулия Куин, она в принципе справилась с этой задачей, она привнесла эпоху регенства, она привнесла туда юмор, она привнесла туда характер персонажей, а у Софи и у Бенедикта есть очень приятные характеры, приятные в плане того, как они прописаны, иногда они раздражают, иногда они совершают ошибки, иногда они закапываются в себе и в своих мыслях, а это значит, что эти герои живые, поэтому здесь это не просто картонки, которые двигаются по сюжету, по избитому сюжету, они действительно живут, и они смеются, они плачут, есть конфликты как внутренние, так и внешние. По мне, в этой книге немного не дожат внешний конфликт, я понимаю, что она не об этом, она именно об отношениях и о любви, но, возможно, противостояние с Араминтой можно было как-то усилить, что-то с ним ещё сделать, возможно, Софья действительно была бы в розыске, её бы полиция всё это время искала, потому что Араминта заявила о краже, в общем, что-то ещё туда можно было добавить, но, повторюсь, я искренне люблю эту книгу, в ней есть довольно чёткая структура, то, о чём мы говорили с вами на страницах, завязка, развитие, кульминация, финал, всё присутствует, и на самом деле это отличный пример того, как можно написать любовный роман, сейчас, правда, его нужно писать немножечко иначе, с теми моментами, которые я говорила в процессе разбора сюжета, но, в целом, он до сих пор вполне читабельный, и за это спасибо автору, спасибо Джулии Квинн, что ж, я жду, что будет в сериале, я жду, как они раскроют историю Бенедикта, особенно с учётом того, что таймлайн немного нарушен, и Софи уже не может так активно читать Леди Вислдаун, потому что в сериале Леди Вислдаун теперь пишет под собственным именем, и ещё непонятно, будет ли она писать все те же сплетни, потому что теперь-то её знают, она теперь не может быть безнаказанной, поэтому очень много всего интересного нас ждёт впереди. По поводу других книг Бриджертонов, я могу порекомендовать вам к прочтению «Сэру Филиппу с любовью», это роман про Элла из Бриджертон, Элла из Бриджертон, и про одного из персонажей, которых мы уже видели в сериале, про мужа Марины Томпсон, Марина Томпсон по книгам довольно рано умирает, и, собственно говоря, Элла иза вступает в переписку с «Сэром Филиппом», и постепенно у них просыпаются чувства. Кстати, «Сэру Филиппу с любовью» даже получила несколько литературных наград, довольно серьёзных, поэтому, опять-таки, для любовного романа того времени это очень неплохой результат, и очень неплохое достижение. Поэтому ознакомьтесь с Джулией Куин, если вы прочитаете книги, вам будет намного приятнее фыркать в сериале, что «Ой, в книгах всё было не так! В книгах всё было не так!» Ну, а на самом деле я рада, что сериал «Бриджертоны» так или иначе меняют под более современный и более цепляющий сюжет, потому что в нём намного больше перипетий, в нём намного больше цепляющих точек, которые заставляют ждать, а что же будет дальше. Я, пожалуй, на этом буду заканчивать наш небольшой обзор-разбор этой книги. Надеюсь, вам было интересно, а мы в следующий раз встретимся с вами уже на страницах, в которых поговорим о стиле написания текстов. Всех целую, всех обнимаю. Ваша Влада М. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok